Доброе утро, дорогие друзья! Теперь у нас ваша любимая подвижная пятиминутка нашей программы, и мы давно искали повода пригласить снова в студию замечательную, знаменитую новосибирскую группу «Штрих-код». Повод нашелся, потому что «Штрих-код» это еще и свинг, который они танцуют, танцуют со своими коллегами, со своими друзьями. Это те самые пары, которые танцуют в Первомайском сквере, чтобы вы видели, что такое настоящий свинг. «Штрих-код» у нас в гостях. Здравствуйте! С вашего позволения, по именно всех представлю. Итак, Андрей Шепелев и Елена Силантьева, школа танцев «Штрих-код». Вероника Егорова, Андрей Шушарин в образе. «Штрих-код» это не только потрясающая музыка, это еще и замечательные танцы. Школа танцев «Штрих-код». Что это такое? Танцы в стиле свинг. Свинг это джазовое направление, которое было в Америке в 30-х годах. Джаз это была та самая музыка, под которую все танцевали, вся Америка стояла на ушах. Андрей Валенько, за что вы любите свинг? Я танцевал давно еще рок-н-ролл, как бы этический. Сам занимался спортом, поэтому для меня это тоже спорт, тоже танец, настроение. Я очень люблю. Линди Хоп. Да, я согласна с Андреем. Линди Хоп – это веселый танец. Мы не похожи ни на другие, никакие виды танцев, не похожи на тех ребят, которые танцуют еще по нашему городу. Но и Линди Хоп мы танцуем, потому что мы любим эту музыку. То есть мы об этом узнали, что, оказывается, под нее можно танцевать. Ну, свинг же считается социальным танцем, да? Правильно ли, что даже мы с Толей, например, можем встать и попробовать потанцевать? Да, вы можете, конечно, встать и попробовать. Не факт, что у вас получится, да? Что у вас получается? Нужно пройти занятия или дней, или лет для того, чтобы танцевать, как вы. Ну, или поучаствовать в вечеринке и не чувствовать себя в прохождении. Вот это, я думаю, важнее, поучаствовать в вечеринке, или, допустим, прийти в клуб и просто пригласить даму на танец и потанцевать под джаз. Да. Вот это, я думаю, является целью как раз. Сколько должно? Сколько должно пройти времени, я не знаю. То есть, конечно, можно обманывать людей, что это можно сделать за несколько занятий, но вообще люди чаще всего начинают чувствовать себя свободно, ведь это импровизация. Начинают чувствовать себя свободно где-то после полугода занятий, где-то так. То есть, они уже могут спокойно быть на вечеринке и пригласить девушку, и потанцевать, и даже сольно потанцевать, потому что у нас есть еще сольные направления. Тоже мы танцуем по джаз-солу, да? Ну, тут же еще, как это называется, работа в паре, да? То есть, нужно чувствовать партнера. Да, да, да. Это абсолютно парные, конечно, показа это все. Да. Ну что, проверим нас на харизму? Слушай, мы решили, Саня, попробовать. Если это не страшно, то мы запомнимаем. Будем ли полгода заниматься? Или сейчас попробуем, поймем, что... Ой, нет, пожалуйста. Прокиньте, так сказать, на наш танцпол. А теперь попробуем мягенько на коленочках. А теперь на одну ножку, на вторую. Нужен свинг, ребята. Свин, качаемся. Хорошо, есть. Поехали дальше. На одну ногу, на вторую, на одну, на вторую, на одну, на вторую. Можно в тесный. Теперь попробуем девушку, смотрите, что сделать. Давайте попробуем ее назад и вперед. И потом к себе. Назад, вперед. Ну, как-то так. Толя, мною манипулируй. Спасибо большое, Толя. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...